Рабочие не спеша заливают смесь на дорогу. Проспект Октябрьский, как и многие магистрали областного центра, давно нуждался в ремонте. Тем временем на обочине Адам Абдримов разглядывает свой автомобиль. Машине всего год, но и защебня, которая летит от нового асфальта, она вся в сколах и трещинах. Я одну уже заклеил на 1200, там сантиметров 10 было трещины. Каждый скол, это минимум рублей 350-400. Я вот их заклеил, но наготове под ремонт, чтобы туда вода не попала пока до ремонта. А скол, это элемент, это целиком надо красить его, полировать надо все. Вот такой щебень можно увидеть на обочине на проспекте Октябрьском. Он появился, потому что новый асфальт в прямом смысле слова сыпется. Горожане возмущены. Говорят, что виноваты во всем дорожники и технологии. Именно из-за этого на их автомобилях постоянно появляются сколы и трещины. Специалисты убеждены, что ответственность лежит на самих автолюбителях. Ведь чтобы спасти свое авто, им достаточно соблюдать скоростной режим 40 км в час. Вот и получается замкнутый круг. Знаки, предупреждающие водителей, есть. Щебень тоже. Он вырывается из-под колес, летит в бамперы встречных машин, засыпает тротуары. Минут через 40 он высохнет, по нему начнут ездить и укатывать. Ну, через час, через два я пришлю щетку. Она придется это выметить, то есть и ко мне уже не будет. Нашумевшая технология называется кейпсил, иначе поверхностная обработка дорожного полотна. Денис Салтыков уверен, она продлит жизнь дороги на пять лет. Ведь именно эта технология повышает шероховатость покрытия, обеспечивает его герметизацию и прочность. Засыпается в два слоя. Первый – битум и щебень. Второй – литые эмульсионно-минеральные смеси. Новый метод пришел из Европы и США. Местные чиновники, как и рабочие, в его качестве и удобстве не сомневаются. Данная технология, наверное, раз в шесть дешевле, чем замена асфальтобетонного покрытия. А межремонтные сроки составляют… Ну, вот после нанесения, например, на обработке года 3-4 мы точно к дороге не прикасаемся вообще никак. То есть мы никакие работы там не проводим. Ну, а после капитального ремонта сейчас межремонтные сроки сокращаются, ну, 10 лет. На сегодня в областном центре на поверхностную обработку дорог затрачено около 110 миллионов рублей. Отремонтировано 248 квадратных метров полотна. Это главная артерия города – проспекты Ленина, Молодежный, Октябрьский, бульвар строителей, улицы Соборная и Тухачевского. Кстати, в конце июля Кемеровчанин выложил в социальной сети видеоролик под названием «Нанотехнологии по укреплению дорожного полотна». Молодой человек ехал именно по улице Тухачевского. Публикация вызвала бурную негативную реакцию среди пользователей интернета. Сегодня на главной дороге, ведущей в район ФБК, о Щебне ничего не напоминает. Сколько на деле прослужит заморский кейпсил, покажет время. А вот раны своих любимых автомобилей водители, вероятно, будут залечивать еще долго. Полина Егошина, Дмитрий Шилов. Новости моего города.